Очередной антирекорд сегодня установила национальная валюта. За один американский доллар обменники просили почти 340 тенге. Таких цен на фондовой бирже Казахстана еще не было никогда. Резкое падение национальной валюты аналитики связывают с обвалом стоимости нефти. Черное золото с конца прошлой недели продается ниже 40 долларов за баррель. А на данный час нефть стоит чуть больше 37 долларов. Куда плывет тенге, расскажет Нургалик Рабаев. Табло на казахстанских обменниках, как уже принято говорить, сегодня были в свободном плавании. Утром курс доллара резко подскочил до 328 тенге, а ближе к вечеру и вовсе закрепился на уровне 339. Столько американская валюта не стоила еще никогда. Вместе с тенге упало и настроение рядовых граждан. Никакой уверенности нет уже в будущем. Уже не знаю, может за границу переехать, там работать, зарабатывать деньги и здесь тратить больше никаких. Чувства? Да никакого нету чувства. Я не знаю, что сказать. Все подорожает. Ты охренеть. Вместе с тем аналитики говорят, что такого результата можно было ожидать. В середине прошлой недели цена на нефть снизилась до 40 долларов за баррель, а сейчас черное золото стоит уже 37. Рубль на это отреагировал сразу, а казахстанский тенге крепко держался на отметке 307. Во многом это было связано с тем, что были так называемые налоговые выплаты со стороны экспортеров до 25 ноября. Потом был определенный момент дефицита тенговой ликвидности. Вот этот дефицит возник и на этом фоне игроки уже выбирали не денежные, иногда не операции, а просто брали и конвертировали имеющиеся валютные запасы, просто переворачивали их обратно в тенге. Тем временем эксперты рисуют еще более пессимистичные прогнозы. На мировом рынке сейчас переизбыток нефти. Производят лишние 2 миллиона баррелей в сутки. А с нового года поставлять дополнительно миллион баррелей будет Иран. Цена на черное золото может рухнуть до 30 долларов за баррель и даже ниже. В этом случае тенге снова может поплыть вниз, спрогнозирует экономист Олжас Худайбергенов. Курс тенге больше зависит от цены на нефть и от поведения российского рубля. Когда цена на нефть упадет до 30, а рубль 80, тогда тенге может до 400 дойти. По прогнозам аналитиков в следующем году вероятнее всего цены на нефть достигнут своего дна. Тогда производители будут вынуждены остановить добычу. Это бородит дефицит и начиная с 2017 года черное золото постепенно будет дорожать. Тогда, возможно, и начнется восстановление экономики. Впрочем, рынке непредсказуемо остается только надеяться на лучшее.